для сборки торта кукла мне потребуется бисквит на кефире я выпекла полторы нормы теста для этого все ингредиенты умножила на полтора выпекала бисквит я форме 17 сантиметров 15 сантиметров и полусфера также диаметром 15 сантиметров вот такой вот форме я использую эту форму для выпечки не сомне необходимо сделать голову например какой-то 3d фигуры мяч ну и вот как и сейчас для выпечки юбки для куклы высота бисквита в пять с половиной сантиметров и вот этого и этого бисквита по 4 сантиметра вот так вот получается если сложить друг на друга испеченные коржи потом мы соберем торт и при необходимости подравняем придадим форму юбки нижний корж я разрежу на две части этот на четыре наверное я разрежу второй этот на три пропитывать бисквит я буду простым сахарным сиропом а собирать верхнюю часть торта буду в той же форме в которой его выпекала предварительно уложив сюда пищевую пленку слишком много пропитывать не надо коржи сами по себе достаточно влажные для прослаивания торта буду использовать творожный сливочный крем для приготовления творожного крема предварительно замочим 20 граммов желатина 150 миллилитров холодного молока и оставим для набухания на минут 15-20 200 миллилитров холодных жирных сливок жирностью не менее чем 30 процентов взобьем начиная с маленькой скорости миксера постепенно и увеличиваем взбиваем до мягких пиков отставляем сливки пока в сторону набухший желатин растопим в микроволновке или водяной бане 500 граммов мягкого творога если у вас нет мягкого творога вы можете взять обычный творог и протереть его вместе со сметаной при помощи блендера 250 граммов творога и 250 граммов жирной сметаны добавляем 100 150 граммов сахара зависимости от того как вы любите более сладкий крем или менее перемешиваем лопаточкой и оставляем на несколько минут чтобы сахар растворился затем повторно перемешиваем и будем вводить желатин повторно перемешиваем сахар растворился вводим в массу желатин постепенно и будем интенсивно перемешивать чтобы желатин не схватился комочками теперь остается вмешать сливки и наш творожный мусс крем мусс готов отправляем готовый крем в холодильник на минут 15 и будем приступать к сборке торта крем я хорошенько охладила он был почти застывший с сборкой теперь эту часть я отправлю в холодильник чтобы мусс хорошо застыл оставшуюся часть торта соберу обычным способом получившуюся заготовку оборачиваю пищевой пленкой и отправляю в холодильник чтобы мусс хорошо застыл когда торт застынет я соединю его со второй частью и придам необходимую форму заготовки тортиков охладились сейчас можно будет их сложить друг на дружку теперь подровняем по форме юбки получившийся торт вот так вот получается теперь я беру куклу оборачивая ноги в пищевую пленку до пояса и голову волосы собираю также сейчас оберну в пищевую пленку чтобы ненароком не попали волосы в торт теперь при помощи длинного ножа сделаю отверстие в приготовленном тортике для того чтобы вставить сюда куклу отверстие делаем не ровно посредине юбки а немножечко ближе вырезанный бисквит вынимаю при помощи ложки с длинной ручкой и пробуем вставить куклу вот так отлично пока что достаю назад переставим тортик на подложку отправляем пока торт в холодильник и займемся приготовлением ганаша для приготовления ганаша нам потребуется шоколад 100 граммов шоколад лучше брать десертный или горький но молочный также подойдет и сливочное масло 100 грамм если вы берете молочный шоколад с маленьким содержанием какао то сливочное масло можно уменьшить до 80 грамм соединяем шоколад и сливочное масло и отправляем все в микроволновку или на водяную баню на 30 секунд через 30 секунд достаем и перемешиваем если шоколад не растворился ставим еще на 30 секунд перемешиваем чтобы все кусочки шоколада растворились масса получается достаточно жидкая но мы оставляем ее при комнатной температуре и через какое-то время она сама немного загустеет и с ней можно будет работать а также ее можно поставить на минут пять в холодильник если вам нужно быстро обмазывать тортик наносить нужно массу на охлажденный торт и выравнивать шпателем вот таким вот ганаш становится после того как он постоит несколько часов при комнатной температуре теперь можно приступить к выравниванию тортика и покрываем весь торт до нашей и отправляем торт снова в холодильник и отправляем торт снова в холодильник теперь раскатаю и сделаю лиф платья в холодильник и alc?... и ехать В подготовленный охлажденный торт вставляем куклу. Я приготовила белково-заварной крем из 105 граммов белка, 75 грамм воды и 250 граммов сахара. Рецепт приготовления белкового крема есть у меня на канале, ссылки все будут в описании под видео. Прикладываем крем в кондитерский мешок, насадка роза, вот такая вот, и делаем больше. Теперь розовый крем. Можно ножиком отметить линию, чтобы рюши шли параллельно друг к другу. Рецепт приготовления белкового крема. Вот такие вот у меня есть посыпки, цветочки, сахарные посыпки. Я хочу ими декорировать лев куклы. Музыка. 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 Музыка.